Никакого не видывали. Центральный стадион столицы Украины, Киева. Ну, если не заполнен, то отказано. Огромное количество зрителей здесь, на этом 100-тысячнике. Все ждут матча Лиги Чемпионов. Киевская «Динамо» принимает российского чемпиона «Московский Спартак». То матчи, то матчи провели между собой команды. Это огромнейшая история советского, отечественного, теперь будем говорить украинского и российского футбола. И вот австрийская бригада судей выводит команды на поле, прекрасное поле Киевского стадиона. В традиционной форме киевляне. Белые футболки, синие трусы. Так же, как и в традиционной форме, московские спартаковцы. Вы знаете, потрясающая атмосфера. Вы слышите, как ревет стадион. Наверное, потому что давно не видели вот такого матча. «Спартак», «Динамо», «Киев». Вы видите составы команд, я потом подробно вам представлю футболистов. Традиционный флаг Лиги Чемпионов. Ответственнейшая игра. Совершенно разные вещи. Тоже из-за травмы отсутствует защитник Дмитрий Холестов. Вот такие потери у московского «Спартака». Я думаю, что «Спартак» давно не чувствовал вот такого психологического давления со стороны зрителей. Хотя очень много доброжелателей здесь, на Киевском стадионе и вообще столице Украины. И «Спартаковцы» начинают с центра поля. Ну, я думаю, что с такого расстояния, наверное, не стоит пытаться поразить ворота даже молодого вородаря Александра Шавковского. Солнечная погода, почти безветренная. В великолепном состоянии нам всем хорошо знакомый и любимый киевский стадион. И приятно. Звучит клич «Динамо», «Динамо» Леоненко. Что там было? Арбитр показывает, что удар от ворот «Спартака». Очень опасная была прострельная такая подача, передача. Как трудно даже сказать. Но, тем не менее, вратарь должен выходить на такие вещи. Опасная атака киевлян. Удар поворотом. Прекрасно играет Тяпушкин. Но, тем не менее, контратака «Спартака». Опасный момент. Писарев пытался пройти штатную площадку. Атака «Спартака» продолжается. Олег Надуда. Подача в штатную. Гоу! Прекраснейший удар поворотом. Вот это неожиданность. И мне кажется, это Писарев. Давайте сейчас посмотрим, кто же это точно. Какая прекрасная... Ну, Надуда молодец. Какая великолепная передача. Чтобы вас посмотреть еще раз. Ну, стадион прямо шокирован, честно говоря. Посмотрите, как он срезал мяч. «Спартака» «Спартака» Субтитры делал DimaTorzok Дмитрий Тяпушкин 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 Мы россияне, но мне нравится игра. Киевляне атакуют. Опасный момент. Но надо бить. Удар. Ай-яй-яй. Опять какой прекраснейший момент. Это Виталий Косовский бил поворотом. Вот он сейчас с левой ноги бьет. Прекрасно играет. Тяпушкин. Тут уже никого из киевлян не было. Какой темп. Просто высочайший. Киевляне, ну вы знаете, просто хватили какой-то кураж. Честное слово. Прекрасный настрой. Вы знаете, я давно такой вот острой, интересной игры не видел. Ну, в нашем российском чемпионате. Вместо Скаченко появляется 16 номер. Смотрим. Сергей Ребров. Сергей Ребров. 16 номер. Ну вот, один Сергей заменил другого. Я уже говорил в начале матча. Скажу еще раз. Отсутствуют ведущие игроки команды. Это Виктор Анопко. Ох, какой момент еще. Все время пятится назад. Не встречают на посту в своей штатой площадке соперника. Ну, вот видите, мне подсказал мой тут коллега, что 90 с лишним тысяч. 90 тысяч пятьсот. Ну, это проданных билетов. Вот представьте, мы с вами, по-моему, уже и не помним такую цифру. Немножечко так перелом наступил. Это писание. Ну, надо пить. Это должен быть был гол. Вот сейчас должен был быть гол. Киевляне владеет мячом. Опять Леоненко. Вот все тот же вездесущий Леоненко. Вот посмотрите, как же нашел момент. Схватился за голову. Ну, Косовский. Хорошо сыграл. Молодец. Смотрите, как прекрасно обыгрывает Спартаковца. Ну, что было? Арбитр показывает, надо вставать и продолжать борьбу. Спартак на положенные девять. И теперь уже подача в штрафную. Атака продолжается. Я думал, что мяч ушел за пределы поля. Нет судей. Судья и боковой судья показали, что нет, мяч не ушел. Киевляне в атаке. Опаснейший момент. Ай-яй-яй. Гол. Опять Леоненко. Так. Сейчас грубо сыграли в обороне спартаковцы. Прямо скажу, это на них даже не похоже. Ну, а что можно говорить Сяпушкин? Ну, что его винить? Он бросался на перехват. Вот посмотрите, какой рывок Леоненко. Он бросался. Все делал правильно. Руками. Не как многие наши вратари в последнее время ногами ведут вперед. Нет. Самоотверженно вперед. И Леоненко сравнивает счет. Последняя попытка Рашида Рахимова спасти своих партнеров не увенчалась успехом. Вы смотрите, какой хороший пас. Выверенный. Прекрасный удар. Сейчас к нам подключилась огромная армия болельщиков радиостанции «Маяк». И только что вы слышали просто шум. Такой мощный шум на стадионе в Киеве. Опаснейший момент. Удар поворотом. Это бил Дмитрий Михаиленко. Мячей. Цимбаларь. Проиграли мягкий мяч. Атака левым флангом. Атака киевлян. Ребров. Пас в стратную. Удар. Гол. Нет. Время из матча идет к концу. Вот видите. Пять минут. Пять минут до конца. 2-2. Киевская «Динамо» сравняла счет. Проигрывала 0-2. И вот гол. Ой-яй-яй. Это Сергей Ковалев, по-моему, нет? Сейчас мы разберемся. Но это просто чудеса. Хотя... Вы знаете, в какой-то мере это справедливо. Я понимаю огорчение «Спартаковцев». Я понимаю, что мы с вами переживаем за «Спартак». Но надо быть объективным. Вы знаете, киевляне имели постоянное преимущество в течение всей игры. Я об этом уже не раз говорил. Ну, зрители, телезрители видели. Посмотрите, какой красивый гол. Красивый. Кто же забил все-таки? Это прострел сделал Ковалев. А забил кто? Михайленко. Но мы сейчас узнаем. Давайте не будем гадать. Вот я вижу на экране торжество «Ежего Саба». Да. Нет, показывает нам Сергей Реброва. А почему я и сказал, что я думал, шестой номер. Шестой подавал, а там тоже шестой. Ты шестнадцатый. Шестнадцатый номер. Сергей Ребров. Восемьдесят шестая минута. Вот, друзья мои, как бывает. «Спартак» держал ключи от победы у себя в руках. С нашим телевизионным зрителем заканчивается девяносто первая минута матча. Арбитр, естественно, прибавил. Киевляне в упорнейшем, прекраснейшем матче выигрывают. Выиграли. Выиграли со счетом 3-2. У московского «Спартака». Напомню, что в первом тайме на 12 минуте счет открыл Николай Писарев. На 39-м Андрей Тихонов удвоил счет в пользу «Спартака» 2-0. Киевляне не сумели реализовать одиннадцатиметровый. Дмитрий Михайленко пробил, а врата «Спартака» оттяпушки надпил мяч. В втором тайме на 48-й и на 76-й минутах Виктор Леоненко, главный бомбардир «Киевлян», сначала сократил разрыв счета, затем сравнял счет. И на 86-й минуте вышедший на замену Сергей Ребров забил третий победный мяч ворота московского «Спартака». Мы огорчены с вами, друзья, я понимаю, но давайте славить футбол. Это был прекрасный матч, и он доставил нам огромное удовольствие. Спасибо. На этом мы заканчиваем наш репортаж. Организованный студией спортивных программ телерадиокомпании «Останкино» комментировал Георгий Саркисьян. Всего вам доброго.